Он делает свои ботинки! Сахар и перец. Удерстателый лакшери. Удерстателый лакшери. Очень претенциозный. Это мой родной брат. Смотрите на эти очки. Влюбленность, которая у меня есть. Всем привет, дорогие друзья! На днях я сидела у себя дома в Петербурге и думала, какое бы видео мне снять следующим для вас. И тут выходит новость, что появилось новое интервью Теодора Курендиса 1 июля на канале Masters of Taste. До сих пор мне неизвестным вышло новое его интервью. Это прекрасное событие в моей жизни, потому что, как вы знаете, я обожаю Теодора Курендиса. И я подумала, почему бы мне не посмотреть это интервью вместе с вами и снять на него реакцию. Интервью берет Алена Долецкая. Алена Долецкая в прошлом шеф-редактор журнала Vogue. Я не знаю, как вы, музыканты, интересуетесь немножко модой или нет. Вот бытует такое мнение, что именно во времена Алены Долецкой журнал Vogue в России приживал свои самые лучшие времена. Вот на этом канале она берет интервью у Теодора. Давайте посмотрим. Я встречаюсь с человеком, которого называют спаситель, гуру, тиран, бог. Кто на самом деле художественно руководитель оркестра и хора музыки интерна Теодор Курендис? Мы сейчас поймем. Понятное дело, что MacAllen это спонсор данного видео или, может, вообще всего этого проекта, этого канала. Но мне не нравится такая затравка. Получается, что перед тем, как взять интервью, у Курендису нужно обязательно накатить для храбрости. Ну ладно. Вообще Алена Долецкая выглядит прекрасно. Если вы не знали, ей 66 лет. И, по-моему, это даже и не считывается особо. Здравствуй, дорогой. Ты можешь стать и меня обнять. Правда? Здравствуй, дорогой. Такая фамильярность, она, конечно, старше его, но все равно, мне кажется, у нас на «ты» не принято переходить без какого-то особенного приглашения, особенно с таким человеком, как Теодор. В том числе сразу обниматься. Я не знаю, как у вас с личными границами, но вот меня это тоже немножко смущает. Ну, во-первых, спасибо тебе, что пригласил к себе домой практически. Это дом. С большой буквы. Это дом. Слушай, а прежде чем начнем, я хочу тебе сказать вот что. Ты, как выяснилось, очень рисковый мужчина. Ты рискнул в течение своей жизни не один раз. Ты рискнул уехать из Афин, приехать в Питер. Из Питера ты уехал в Новосибирск. Из Новосибирск ты уехал в Пермь. Из Перми ты уехал в Петербург. Для многого из этих телодвижений тебе пришлось сделать ряд рискованных движений. И поэтому, как самому рискованному парню всех времен народов, я делаю тебе подарок. Ну вот опять, для того, чтобы пойти на риск, нужно обязательно выпить алкоголь. Какая-то неприятная пропаганда нездорового образа жизни. Мне кажется, Теодор тоже не особо счастлив. А ты не боишься, что я рискну и выпью все сейчас? Прямо при мне? А ты лично! Я обязательно буду на твое здоровье. Просто скинул куда-то под подоконник. На сегодняшний день твой статус как дирижера в мире уже почти космический. Какая следующая планка? Вообще никакой не космический. Давайте назовем виши. Правильно. Есть признание. И это может быть хорошо, насколько это дает мне возможность, в принципе, быть ближе на то, что я хочу делать. Но вы понимаете, что до сих пор я до конца не могу делать и говорить то, что действительно хочу. Есть всегда какие-то препятствия. Поэтому я бы не употреблял таких громких, космических, наверное, это когда ты делаешь так и сразу включается все, что ты хочешь. А у меня очень большой труд. Медленно все потихонечку подключается, но через очень большой нажим. Борьба самолета выйти из облаков к солнцу. А когда он уже летает за 2000 метров над облаками, уже скучно. Ты уже начинаешь смотреть, сколько времени до приземления. Вот в этом весь Теодор. Смотрите, есть одна мысль. И очень хорошая такая, знаете, даже вдохновляющая, что все не дается просто. Что вот он производит впечатление человека, который пришел, увидел, победил. Вот приехал в Пермь, создал свой оркестр, всего добился. И кажется, что действительно вот он своим широким шагом идет по миру и все у него получается. И вот он говорит, что все не так просто, я пока еще не могу по щелчку пальцев получить все, что хочу. И вот тут как бы можно было бы закончить мысль. И тут он говорит вот это вот про самолеты. А эта мысль как бы не то что противоречит, но выявляет немножко другое отношение к происходящему. Потому что он говорит, вот, значит, ты пока идешь этот путь, тебе так сложно, интересно. А когда ты уже взлетел, ну как он, он уже взлетел, ему скучно. То есть одновременно он выражает мысль о том, что есть какие-то препятствия еще, которые ему нужно преодолеть. Но одновременно признается в том, что ему скучно, потому что он уже пролетел через эти облака. И он вот уже смотрит на часы и скучает. Помнишь, ты сказал, что тебя сто раз спрашивали про почему ты дирижируешь без палочки. И ты давал очень хорошее объяснение. Тем не менее, ты же сказал, что палочка – это скипетр как будто. Но скипетр в руках бывает только у императора, повелителя, властителя. Чем она тебе мешает? Ты ведь и есть властитель этого оркестра и хора. Если могли бы как-то люди работать без режиссеров. Без дирижеров? Без режиссеров. Без режиссеров? Да, создавать спектакли. И вилколько кольцов, без хореографов, без барьер-мейстеров, без дирижеров. Вот это идея не имеет. И без политиков. А ты что будешь делать тогда? Ничего. У нас есть, вы думаете, что это то, что я мечтаю дирижировать? Я люблю писать стихи, музыку писать. Вот то, что я больше люблю. Просто я дирижирую из-за того, что я знаю, что если я это не делаю, у меня не будут эти интерпретации, так как хочу их послушать. И это не значит, что все, что я делаю, мне нравится. Мне очень мало того, что делается, что нравится. Но у меня есть какая-то идея, из-за того, что очень люблю музыку. И думаю, что это должно быть так. И я не нахожу такую интерпретацию. И поэтому я создаю это из-за того, что у меня такой ум. Если кто-то делал такое, я не повторю. Я закуплю это в адыске и буду слушать. Вот это здорово, потому что, мне кажется, это хорошая мотивация становиться дирижером, именно для того, чтобы оплатить свои собственные идеи. И мне нравится его уважение к другим интерпретациям. То есть не то, что он все знает, и его видение настолько обширно и распространяется на всю существующую музыку, что вот нет, только он знает, как надо, и вот у него есть идеи на все. Классно, что он признает, что есть такие интерпретации, которые полностью его удовлетворяют. Вот он покупает диск. Не менее, я думаю, что он скромничает насчет того, что он никакой не властитель и не самодержавец, потому что по другим его интервью и по откровитиям музыкантов известно, какой он на самом деле тиран. Но давайте смотреть дальше. Как ты относишься к тому, что многие люди... Ну, как цвет поменялся. Это вообще другая локация. Кстати, хотела отметить, что очень красиво снято интервью, и прикольно вот в предыдущей локации, в светлой, что зеркало стоит за спиной Алены, и видно все равно интервью Ира Мова Го. Как ты относишься к тому, что многие люди, когда их спрашиваешь, а кто, вот как вы считаете, вот Теодор, он какой, он кто? Знаешь, какой ответ я получаю? Сказать? Да. Тиран, точка, любимый, точка. Ну, какие-то люди так говорят, наверное, и похуже можно услышать, что метал. Я ничего не могу делать, чтобы поменять ваше мнение. Но я могу сказать одно. И, допустим, да, Тиран, наверняка неправильно. Но есть у меня какой-то аргумент. Я люблю людей. И моя работа это делать людей счастливыми. Делать счастливых людей это невозможно. У меня утопическая работа. Но можешь попытаться делать их счастливыми. И тогда изменится мир. Счастливый человек должен быть только человек, который, у него есть счастье внутри. Который автономный счастливый. Поэтому он говорит, я, любимый, я тебе дам счастье. Это просто утопическое. Но когда пытаюсь отдать это счастье, и другой человек битит это затрата, он меняет его отношение к миру. Вы не должны служить меня. Мы собрались здесь, чтобы мы быть счастливыми. И поэтому качество, вдохновение и креативность должны быть у каждого человека. Инициативы должны быть у всех. Мы не должны давать команды и все должны это все делать. Должны взять инициативы. И если я привезу какой-то успех, каждый должен быть успешен сам по себе. Но для этого должен быть какой-то прессинг. Чтобы человек немножко начал понимать, что у него есть свои возможности. И он должен самостоятельно двигаться. Чтобы сломать эту пирамидку и чтобы не стало сияние, каждый человек должен воплощаться. А в монархиях люди, они просто выполняют то, что говорит монарх. И не воплощаются. А мне хочется воплощения всех людей. Поэтому иногда тирания это какой-то режим, это какой-то учебный промежуток. Конечно, он производит такое завораживающее впечатление, особенно в этом свете, с этими свечами. И красный свет ему, конечно, невероятно идет. И он говорит про тиранию, абсолютную власть. И ты сразу же хочешь уже подчиниться и сделать все. Но мне нравится, знаете что? Больше всего мне нравится. Если я правильно понимаю его речи про пирамидку, он ищет таких людей, самодостаточных и крутых, которых он при помощи своей силы, внутренней и внешней, к помощи огромного количества работы, репетиций и вдохновения, он заставляет каждого из них зазвучать и сиять. И я думаю, что здесь в целом основная мысль, эта цель оправдывает средства. И это вообще-то лозунг как раз тоталитарных систем. Интересно, это все сочетается в нем, какая-то скромность, то же самое время какие-то тиранские тоталитарные схемы. Но это правда, это правда, что музыканты оркестра влюблены в Теодора. И лучшие музыканты со всего мира собраны сейчас в его коллективе. И действительно, продукт, который получается, я думаю, что он стоит всех тех затрат, всех тех репетиций и полной отдачи. Я говорю продукты, это, конечно же, немножко коробит, потому что музыка, искусство – это все-таки что-то более духовное, чем продукт. Но вы же понимаете, что концерт – это продукт, что диск – это продукт, что выступление на фестивале – это тоже своего рода товарообмен. И здорово, что Теодор способен сделать такой продукт, который ценится даже не только в России. Грань клише и начало творческого или чисто индивидуального понимания или интерпретации музыки. Грань клише – это очень большая неудача. О, да. И нас учат в школах, как быть клише. То есть не развивается индивидуальность в людях и не принимается. И если ты развиваешься против течения, как я, например, да, потом очень легко становиться клише самого себя. Поэтому чательно нужно по профилактике каждый два года сжигать свои памятники и немножко посмотреть, какой ты смешной дурак. Если хочешь продолжать пить немножко, я вот смотрю, как это иногда попадает в какие-то старые видео, какие-то интервью, и это чудовищные вещи, говорю. Но это… и сейчас наверняка чудовищные вещи, говорю, я это буду понимать в будущем. Но мне кажется, идентичный путь к эволюции – это понимать наше несовершенство. Это идентичность, что не клише. Это забавно, как Теодор любой вопрос отвечает так, как ему нравится. Это тот вопрос, на который ему хочется ответить, а не совсем то, что спрашивает. Вообще, мне кажется, одно из важнейших качеств для того, чтобы оставаться человечным, добрым и понимать этот мир – это хранить в себе вот этого внутреннего ребёнка, то есть периодически возвращаться в состояние какое-то обнуление, глупости, детства. И мне кажется, в Теодоре как раз это очень сильно. Он такой большой ребёнок, он постоянно что-то пробует, постоянно рискует, развлекается, и мир просто следит за тем, что он делает, и восхищается, удивляется. Неужели можно было? А как так можно было? И это свойственно как раз таким людям, которые хранят в себе вот этого внутреннего ребёнка и позволяет иногда ему вырываться наружу. И мне кажется, в чём-то как раз Теодор говорит об этом. Очень важный момент, о котором не стоит забывать всем людям, которые достигают каких-то высот и пролетают через эти облака – это оставаться скромным хотя бы внешне и, да, сжигать периодически свои же памятники. Теодор, смотри. Три карты. Давай с тобой начнём с такой. Вот этот напиток, который мы с тобой, МакАллен, попробовали. Один из их таких важных моментов называется «Undestated Luxury». Вы видите, как Теодор не может ни секунды стоять ровно на месте? Мой педагог по специальности сказал бы, что это body language, что просто он нетерпелив, его всё это раздражает. Ну, так она мне говорит, потому что я тоже не могу стоять на месте просто, ну, когда слушаю, например, в перерывах между игрой. Вот, в общем, мне кажется, это тоже очень показательный момент. Просто посмотрите. И как-то раз ты сказал, что Мравинский, например, он холодный снаружи и горячий внутри. Такой же типаж, если так можно выразиться, Мравин Дитрих. Ледяная снаружи, холодная внутри. И это определённый диссонанс. И диссонанс, который не лишает «Undestated Luxury», элегантности, сдержанности. И мой вопрос к тебе скорее про диссонанс. А Пётр Ильич Чайковский тоже про диссонанс высказался. Прочитай, что он сказал. И скажи... Во-первых, ты согласен с Пётром Ильичом или нет? Посмотрите на эти очки! Диссонанс есть величайшие силы музыки. Я хочу сказать, что я согласен. Я абсолютно согласен. Второй вопрос. Что, по-твоему, диссонанс? Диссонанс – это... Станкновение других течений в музыке и в жизни. Это когда ты ставишь немножко сахар и перец на той же еде. И сочетаются вещи, которые не сочетаемы. Но они дают, в принципе, какой-то 30-элемент напряжения. То есть, диссонанс даёт напряжение. Вот эта часть интервью очень странная по всем показателям. Мне кажется, что Алена, так как она всё-таки связана с миром моды, и я не знаю, она жила за границей или что, в общем, откуда все эти... Мне кажется, она пытается связать интервью немножко с модой и стилем. В принципе, в этом нет ничего плохого, если бы это получалось. Вот эта подводка, она была какой-то очень претенциозной и очень неуместной. Тем более, что она никак не помогала интервью и не связывала с грядущим вопросом. В общем, вот этот момент очень странный. Мне кажется, Теодора тоже это немножко раздражало, судя по тому, как он на месте топтался. Ну и, конечно, великолепная метафора Теодора про перец и сахар, и диссонансы. Это просто можно сразу посылать в раздел мемов, классикам мюзик-жиз. Просто есть такой один паблик в Инстаграме, и у них много разных высказываний прикольных, артистических, но самые лучшие именно у Курензиса. Ты дирижируешь любимое, важное, нужное для тебя произведение, и тут с удовольствием у кого-то играет рингтон, или лучше того падает тяжелый, обремененный дополнительной батареей, мобильный телефон на пол. Что ты в этот момент чувствуешь? Честно только скажу. Ухожу из строя, потому что у меня есть какой-то цепь. Смотрите, как бутылка все-таки появилась в поле зрения. Потому что изначально он ее куда-то засунул вниз, но они вспомнили, кто спонсирует этот ролик, и достали ее. И они, смотрите, опять в этой светлой локации, в дне. Я чувствую людей, и мы пытаемся вместе придумать дальше, как идем с музыкой, и в этот момент это контакт. Тетерия из контакта. И мне жалко для этих людей, которые они так себя ведут. Мне жалко. С другой стороны, их мотивация пойти на классическую музыку, они где-то радуют меня. Ты считаешь, что это эпидемия без культуры? Нет, нет, нет. Такая же была и раньше. Просто сейчас это эпидемия коммуникации. Сейчас ты не должен быть одинокий, ты не одинокий. У тебя есть интернет, у тебя есть ты все время можешь быть там. Ты не должен быть взапнотый, ты можешь игать умного от интернета, выходить, сделать свой блог и начинать всех подряд критиковать. Или выходить на обсуждение специальным таким, показать, кто умнее в компании. И так, как-нибудь худо-бедно находишь свое место в этой жизни. А раньше, извините, нужно было пойти встретить человека и сказать свое мнение. Или должен был бы писать в газету, или ты должен был бы пойти встретить девушку и сказать, что ты ее любишь. И не игать умного, а просто пойти преклониться или извиниться. А сейчас это может все-то не делать. Ребята, я не понимаю ровным счетом ничего. Алена спросила его, как дирижера и музыканта, что вы чувствуете, когда ваше выступление прерывается каким-то звуком, то бишь рингтоном или что-то падает. Он начинает говорить, мне жалко этих людей. Во-первых, упасть может что-то, даже без причины, в смысле без вины этих людей. И это странно. Потом он начинает свой пассаж на тему «Раньше было лучше». Уверена, что даже до появления смартфонов у людей на концерте падали номерки, сумки, бутылки, я не знаю, все что угодно может упасть. В принципе, в человеке нет этой вины. Что-то может такое всегда произойти. Вопрос, в принципе, понятен. И ответ на него тоже был ясен. В плане того, что да, там типа я выхожу из своей концентрации. Но это правда. И потом театр вроде пытается вывернуть на позитивный ключ, что хорошо, что люди вообще ходят на концерты. И тут Алена такая, типа, эпидемия бескультуре. И знаете, такая фраза, у меня было ощущение, что она нарочно ее заготовила, чтобы вот так вот выбросить, потому что она такая, знаете, очень провокационная. И, конечно, Теодор на это ведется и начинает про это говорить. Но это не совсем про бескультурия был вопрос и в целом ситуация, которая была описана. Я понимаю, если бы она спросила как раз-таки про съемку на концерте, про которую говорит Теодор, или про какие-то такие моменты, сэлфи. В общем, как будто бы немножко в этом повествовании отсутствует логика. Что ты никогда не напоминаешь больше. У тебя есть ремайндерс. Ничего не пишешь. Даже не идешь рисковать купить одного диска. Будет хорошим, не будет. Ты все скачаешь сразу. Это все, это все очень грустно. Поэтому часть этого, это люди, когда они с телефоном, все, снимают сэлфи. И это все фотографируют, снимают видео. Я ни одно видео не снял сам, даже никогда. Я снял какие-то художественные, андерграунд, чтобы делать не с телефоном, с супер-эйд камера. Да. Есть. Сейчас покажи. Подожди. That's cool. Если я хочу снимать что-то, у меня есть. Хорошо. О, да ладно. Сейчас будет лейка какая-нибудь. Настоящая? А что? Поделка? Я не снимаю сейчас это. У меня есть... Я в другом фазе. Лома. Это не лейка. Почему она сказала лейка? Насколько мне позволяют мои знания в области пленочной фотографии, это достаточно простая камера. Вообще, знаете, вот эти рассуждения на тему раньше было лучше. Это очень типично, мне кажется, для представителей творческой интеллигенции, потому что раньше и смартфонов не было. Девушкам под окнами сиренады пели, и на улице знакомились. Но, друзья, мне кажется, что прогресс это вообще очень хорошо. И я уверена, что Теодор многими другими приметами современной жизни пользуется и использует также для продвижения своего оркестра и так далее. И эти все рассуждения, это все немножко, знаете, богемная тема. А вот я снимаю только на камеру, а вот я ни одного видео не снял. У меня все это вызывает только умиление. И это, знаете, такой типичный чек-лист творческого человека, такого гения от музыки, который говорит, нет, все это вообще плохо, раньше было лучше, раньше мы покупали пластинки и диски. Конечно, если у тебя много денег, почему бы тебе не пойти и не купить вообще все диски этого мира и не думать о том, хороший диск или нет? Ох, подожди, а что это? Те самые памятники, которые, очевидно, нужно сжигать. Подожди секундочку. Мы же живем здесь, понимаете? Ну да. Так, хочу ровер посмотреть. Покажи ровер. Ничего, смотри. У-у-у-у! Ничего, кроме паракалу и афористополь, я не знаю. Что это? Это канонический текст, который что-то пишешь сейчас. Ты пишешь? Угу. А это? Это, чтобы писать в компьютере. В компьютере. Синтезатор. Это MIDI, который я пишу побыстрее в компьютере. Сейчас у вас будет потрясающая возможность снять художественное кино. Поехали. Сейчас прикинь. Что это? Мамочка здесь сидит. Плавающая камера, ты знаешь. Да-да-да. О-о-о-о! Мородная. Сапуров такой. А это, видимо, те самые квартиры и студии, которые устроил Курензи своим единомышленникам, музыкантам. Я наслышана о том, как там они живут, веселятся, работают. В общем, очень удачно Теодор Курензи занял Домрадио, всех оттуда выгнал и устроил жилье своим друзьям. О, боже мой, мы же с вами встречались. У него еще и брат есть. Ну, что-то он не очень похож. Разве что носом. Я вас не знала. Для кого та линейка Мода? Мода, которую ты сейчас начинаешь выстраивать. Не хочешь в моду линейка одежды? Мне интересны люди, которые ты увидишь их, и как они одеты, немножко нейтрально на самом деле. Нейтрально по своему времени, они немножко сопротивляют своего времени. И ты знаешь, что с этим люди могут о чем-то договориться. Здесь видишь, это разные архетипы обувь, которые... Это прототипы? Это прототипы разные, пока найдут те, которые... Он делает свои ботинки. Вот эти вот самые, с красными шнурками. О, боже. Я хочу их. Сначала я подумала, когда увидела кадр, что это его коллекция этих ботинок. Вы же знаете, да? Он на все концерты, на все встречи приходит в этих черных ботинках с красными шнурками. Вообще-то думала, что это Мартинсы у него. У меня тоже есть похожие Мартинсы. Я думала себе прикупить красные шнурки, так чисто для проформы. А мы продолжаем тему красных шнурков? Нет, я считаю, что это что-то, которое я люблю. Так? Почему нет? Нет. Можешь поменять, ставить черные. Это не столь важно. Тебе это не столь важно? Это разные здесь вещи, собственно, которые я для себя сочиняю. Вот это разные. Ну, это почти, это шерсть, почти военная шемель. Да, конечно. Да? Да. Скажи, я вот знаю, что я вижу, смотри, вот этот элемент, это тоже из военной униформы. Это все, это все, смотри, это элементы от старой одежды Second Hand, которые они адаптированы. Одеваться нужно так, как ты будешь чувствовать вдохновлен в какое-то течение, которое тебе объединяет с прошлым и с будущим. Поэтому я не люблю моду, потому что мода говорит, а сейчас, и как мы должны, мы должны обязательно, чтобы принадлежать в это обществе, этого мира, который мы не любим. Опа! Обществе этого мира, который мы не любим. Вот оно, противостояние, то, что он имел в виду в начале про нейтральный и то, что идет против, в то же самое время сопротивляется общему движению. Наверное, он имел в виду классику, да, и нормкор. Есть такое движение, одеваться нейтрально, просто, максимально избегать каких-то модных тенденций, для того, что, ну, как бы сливаться с толпой и тем же самым ты, как бы, противостоишь этой толпе. Ты что, по-прежнему себя не любишь? Я люблю себя как часть этого мира. И могу любить или не любить моё творчество, то, что я делаю. Да? Оно не любить себя как часть этого мира, не могу, если люблю мира. А ты, в следующий вопрос, ты любишь этого мира? И там я могу тебе ответить. Може. Не могу ответить. О, господи, вот в этом тоже весь Теодор, вот это вот загогулино, и потом, ну, я не могу ответить. Хотя он, в принципе, только что ответил вот этим вот мира, который мы не любим, которому мы противостоим. Вот. И каждый теперь должен трактовать это по-своему и услышать свой смысл в этих словах. Но я думаю, что вот Алена уже такая, вообще, в общем, классно сделал. Он тебя, как бы, вёл к этой развязке, к кульминации, к ожидаемому ответу. Ну, конечно, я люблю мир. Я несу счастье, добро и вечное доброе. А он такой, ну, ответить я не могу. И мы такие все. Занавес, а точнее, музыка, музыкальная вставка, которую мы промотаем. В теореме был очень важный разговор про грех. Ты, как человек верующий, Евангелие ты знаешь очень хорошо. И я знаю, что ты ездишь в Афон, я знаю, что ты ездишь в монастыри. И для тебя это важная часть твоей жизни. И однажды ты говорил, что один из самых таких, ну, если так можно выразиться, беспокоящих тебя грехов, это гордыня. Разговор этот был лет, наверное, уже 3-4, вот так назад. Он давнишний. И я хотела тебя спросить, как ты с этим грехом разбираешься? Получается у тебя выиграть эту битву или нет? А ты как думаешь? Мне надо с тобой провести намного больше времени, чтобы ответить на этот вопрос честно. Она мать всех грехов. Гордыня. Но нужно понять следующее, что люди, например, которые они гордятся, или которые они ищут подтверждения для самого себя, это травмированные люди. Когда я вижу человека, который, он по-немецки говорит, я, 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 какой-то я и какой-то я. Во все плохие, какой я прекрасный. Как я все знаю, как я все чувствую, а остальные это не чувствуют и не знают. Я единственный знаток правды, а остальные ничего не понимают. Когда это говорит, что это человек, даже не гордый, это человек травмированный. Гордыня проявляется как панацея возобновления этой потерянной здоровья. У меня вопрос. Если гордыня — это следствие травмированности человека, почему это грех? Человек разве виноват в том, что он травмирован? Поэтому нужно тоже правильно, качественно понять, где есть гордыня и где нет гордыни. Например, когда мы делаем очень хорошие поступки, в этом есть и гордыня. Почему? Ты что, не имеешь права гордиться чем-то? Знаешь, как у русских есть пословица «ничьвайся отцом, а гордись сыном». На самом деле, да, ты не имеешь права гордиться. Потому что ты ничего сам не делал. Это камень, который у нас здесь есть. Ты говоришь, это мой камень. Но ты не создал его. Ты купил его, не знаю, или тебе подарили. Также это все, что мы... И звуки, которыми создаем музыка, это не наше имущество. Они существуют в природе. А мы не создали природу. Поэтому мы не создатели, мы ремесленники. Мы не создатели, мы ремесленники. Я согласна. Насчет гордыни я не буду сейчас угребляться в грехи и так далее. Но мне как-то непонятна его концепция. Что такое гордыня, в принципе, как грех. Потому что если это компенсация болезней, травмированности, тогда это вообще не грех. А человека, типа, нужно пожалеть только. А вот что такое гордыня тогда? Открытый вопрос. Дорогой, а ты можешь быть жестоким или беспощадным? Как ты думаешь? Полагаю, что нет. Нет? Совсем нет. Но наверняка найдутся люди, которые скажут, что еще как. Ты знаешь, если мы хотим разобраться на всех смертельных грехахах человека, у меня очень большой набор. Я вообще не очень высокое мнение самого себя. Очередной верующий грешник. Не очень высокого мнения. Поэтому ничего удивительного надо. Скажи, ты прощения часто просишь? Да. Я умею просить прощения. Часто? Да. Часто. А вот, если тебе не понравится вопрос, мы его выкинем. Ты записал много реквеймов уже относительно. Еще впереди много других. Признаюсь, это одни из моих любимых твоих произведений. Вот ты, как Грузии обычно делают, ты знаешь, какая музыка должна быть, например, когда будут похороны твои? Я хочу жить и не умереть из-за того, что я хочу избегать этих ритуалов. Окей. В общем, самый страшный сон, это, что я вижу на фейсбук, фотографии, Теодорского, после концертов, Тео. Как же, боже мой, р.i.p. И там, это будут длиться, какие-то записи, какие-то, просто какое-то ужасное. Да. Как хочется, просто как виллобус, на какой-то пропасть, на какой-нибудь джунгле, и все забыли. И никто не поплакал ни на минуту, чтобы не было, не дай бог, никакой панихиды. Знаю, даже мне снится, что я должен завершать, не подписаться, что запрещается опубликовать фотографии со мной, после смерти. У нас тоже, я знаю, все, что есть, и вообще, чтобы никто не вспоминал, все забыли, не было никакой панихиды, чтобы не было, никакой лицемерии, ничего такого. Это просто ужасная культизация смерти. Дорогоцельная. Дорого. И там это, когда состоит из войны Черковского, это вот ужасно. Есть вопрос, у тебя вопрос, который ты сам себе боишься задать. Влюбленность, которая у меня в душе, она вечная. или нет. Влюбленность, которая у меня есть, на ее лицо, на ее образ. Влюбленность, которая любит ее до ее рождения, после ее смерти. Влюбленность, которая любит ее, до ее проявления, после ее уничтожения. Ее эту, ту, прекрасную. Она вечная, или умрет? Когда задаешь этот вопрос, очень хрупко начинаешь верноваться, как в одну из сне, когда что-то произносит и ошибается. вот это мощно. Вот как он умеет отвечать, да, что вроде бы и о личном, вроде бы и о любви, но можно перенести это и на высокое, и на музыку, и, прости господи, на Богородицу, на все, что угодно. То есть, вот это его умение отвечать на вопросы неоднозначно, в его случае, в случае артистическом, да, это, наоборот, плюс. И, мне кажется, благодаря этому можно вытянуть любое, даже самое странное, интервью с интервьюером, с которым ему не очень комфортно, которого он не очень чувствует. Мне кажется, в этот раз было именно так. При всем уважении к Алене Долецкой, она прекрасно выглядела и, в принципе, держалась молодцом. Мне кажется, ей было достаточно сложно с ним взаимодействовать, потому что мне сложилось впечатление, что ведущая пыталась быть с ним как бы на короткой ноге, на такой фамильярной ноте. И, в принципе, наверное, по статусу она могла бы себе это позволить, но, тем не менее, она сама постоянно уходила в такое немножко фанатское поведение, и по ее взгляду, и по ее речи было понятно, что, конечно же, Теодор задавил ее своей харизмой и своим обаянием. И, в принципе, в этом нет ничего плохого. Я думаю, что каждый из тех, кто с ним сталкивается, в формате интервью, в формате музыки или просто в жизни, конечно же, попадает под масштаб этой личности. Мне было очень приятно посмотреть это интервью. Спасибо большое, что оно вообще состоялось. Мне очень понравился формат комментирования, реакции и выражения своих мыслей на этот счет, тем более Теодор все-таки такой важный для меня персонаж. Пишите в комментариях, как вам понравилось ли видео. Может быть, я могу снять реакцию на какое-то другое интервью Теодора или кого-то другого. И вообще, поддержите меня в комментариях. Я пробую что-то новое. Стараюсь развивать канал, чтобы вам было интересно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся с вами совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok